Well dear students, today I have prepared for you the new tasks and the new video. Лексическая тема нашего сегодняшнего занятия – молодежная субкультура. Грамматическая тема нашего занятия – глаголы в страдательном залоге, преимущественно в indefinite passive. Перед тем, как ознакомиться с целями нашего занятия, я напомню вам об инструкции по выполнению заданий. Лексические и грамматические упражнения вы выполняете строго в электронном виде. Скачиваете вордовский документ, все необходимые задания выполняете в этом же документе, сохраняете изменения в этом документе под своей фамилией и отправляете преподавателю на его электронный адрес или в личные сообщения ВКонтакте. Список заданий указан в содержании отчета в самом конце инструкционной карты, и, конечно же, мы с вами с ним ознакомимся. Работа должна быть выполнена в четко установленные преподавателем сроки. Позже указанного срока работы не принимаются, а в журнал выставляется НБ. Итак, мы ознакомились с вами с инструкцией и можем перейти к целям нашего занятия. Безусловно, основной целью нашего занятия является образовательная цель, а именно активизация новых лексических единиц и речевых оборотов по теме молодежной субкультуры при построении монологических высказываний, а также применение ранее изученного грамматического материала. Развивающей целью нашего занятия является способствование развитию умения логически излагать материал и умению сравнивать и анализировать. Перед началом занятия вам необходимо знать лексику по теме молодежной субкультуры, а также грамматический материал по теме глаголов в страдательном залоге, преимущественной в indefinite passive. Хочу сказать, что данная инструкционная карта носит повторительный характер, поэтому грамматику passive voice вы уже знаете, так как мы с вами ее изучали и проходили. После окончания занятия вы будете уметь вести беседы по теме, строить монологические высказывания по теме, выполнять упражнения и строить предложения, используя изученный грамматический материал. Теперь, ознакомившись с организационными моментами, мы переходим непосредственно к самим заданиям, а именно к лексическому блоку нашей инструкционной карты. Итак, задание по лексической теме. В первую очередь, конечно же, это устная тема. Итак, задание 1 заключается в следующем. Вам необходимо прочитать текст и устно перевести его на русский язык, выписать в рабочую тетрадь названия субкультур, о которых говорится в тексте. Это вам поможет далее выполнить задание номер 2. Итак, для наилучшего усвоения информации и усвоения основной мысли я прочту текст устно. So, subculture. Today, the life of many young people in Russia, as well as in other countries of the world, is influenced by popular culture. The young follow certain stereotypes that are imposed on them through TV, movies, and music. In their lifestyle, they try to imitate the images of their idols. Other young people are sports and music fans. They follow the idols in their tours and support them. Unfortunately, they are intolerant to those who don't share their view. It's a specific aspect of the youth subculture that can be ignored. I think that subculture is the culture of those who are dissatisfied with their place in society. Different subcultures have their own beliefs, value systems, fashion, and favorite music. For example, the subculture of Rastafarians was based on nostalgia for the lost world. They idealized Africa. Rastafarians were Afro-Caribbean immigrants in Britain. They began to wear distinctive clothes, camouflage jackets, large hats, and their red, gold, and green colors of Ethiopia and put their lawn and cat hair in dreadlocks. They brought to us such types of music as ska, reggae, and hip-hop. Many subcultures developed as a result of music fusion of black and white cultures. There are other subcultures that are not connected with music and have a specific ideology. For example, skinheads, which wore heavy boots, jeans, and braces and shaved their hair or cut it very short. Skinheads dreamed about the revival of the traditional, working-class culture. Skinheads were identified with extreme right-wing views. Among other subcultures are hippies, punks, moats, rockers, ravers, and many others. Generally, there were young people with low self-respect who did poorly at school. They opposed the traditional world in which they were settled as a fiasco elements. Subcultures are not that bad as they are thought to be. Teens want to show off, but at the same time, a lot of teens think about changing the world to the best. Subcultures are mostly for young and creative. Then, I'm sure, teenagers become good citizens. Some who were punks became the main editors of famous newspapers. A subculture is a way of life. It's not a fan club. It's an attributive feature of a real life. Итак, после презентации текста я напомню вам про задание. Вам необходимо прочитать текст, устно перевести его на русский язык и выписать в рабочую тетрадь название субкультур, о которых говорилось в тексте. Это задание 1. Задание 2. Лексическое задание в лексическом блоке заключается вот в чем. Вам необходимо написать, как вы относитесь к субкультурам и какая субкультура вам нравится или не нравится и почему. В размере 5-7 предложений. В данном задании вы обязательно указываете ту или иную субкультуру. Их может быть несколько, а может быть всего лишь одна, которая вам нравится или не нравится. И описать почему. Конечно же, вы можете использовать те самые субкультуры, которых немало было описано в предыдущем тексте, используя какую-то стороннюю информацию из других источников. А также можете указать ту субкультуру, конкретно о которой знаете вы. Может быть, которой принадлежите вы сами или о которой вы много слышали и она вам очень нравится или наоборот сильно раздражает. Очень много говорилось в тексте о культуре скинхедов, но ничего не сказано о культуре готов. Почему бы не написать о ней? Или обушевавшей одно время в России культуре эмо. Вы можете написать как о изживших себя субкультурах, таких как эмо и готы. Или можете написать о современных субкультурах, таких как хипстеры или ультрамодной субкультуре зумеры. Здесь в данном случае главным фактором является ваше самовыражение. Вы можете написать о любой субкультуре, которую хотите выбрать. Абсолютно любой. Ну или о той, которая была указана в тексте. На ваше усмотрение. Итак, мы с вами закончили лексический блок, и мы переходим с вами к заданиям по грамматике, к грамматическому блоку. Как я уже сказала, тема нашего сегодняшнего занятия — это глагол о страдательном залоге. И я уже сказала о том, что мы эту тему с вами давным-давно проходили. И я думаю, что вы вспомните о том, как я чертила вам большую-большую таблицу на всю доску, где я рассказывала и освещала временные группы Passive Voice с большим количеством примеров в действительном и в страдательном залоге, где я рассказывала алгоритм, способы употребления и построения данного правила грамматического. Поэтому я настоятельно рекомендую вам открыть ваши конспекты, открыть ваши рабочие тетради и внимательно повторить и изучить эту тему, которая, конечно же, поможет вам выполнить два грамматических упражнения, которые даны в этой инструкционной карте. Рекомендую освежить свои знания. Ну, а я, в свою очередь, все равно хочу вам напомнить пару деталей о Passive Voice, о страдательном залоге или пассивном залоге английского языка. Итак, для начала нужно сказать, что в английском языке существует два залога глагола. Действительный – the active voice или активный залог, и страдательный – the passive voice или пассивный залог. Когда подлежащее является действующим лицом, то мы имеем дело с действительным залогом. Я приведу пример. Я читаю газету каждый день. Перевод в английском. I read a newspaper every day. Как вы видите, здесь нам важно подлежащее. Оно является действующим лицом. В английском – это подлежащее, которое выражено местоимением I. I read. В русском – это я. Я читаю. В страдательном залоге же действие направлено на подлежащее. Ну, сравните. Книга была написана моим другом. The book was written by my friend. В данном случае нам уже абсолютно не важно, ну, практически не важно, кто написал эту книгу. Нам важен сам факт её написания. Не зря этот залог называется пассивным или страдательным, потому что на предмет или на объект и субъект оказывается воздействие, влияние. А влияние это было оказано моим другом, который на эту книгу влиял, а именно её писал. Книга написана. Нам важен сам факт того, что над книгой совершалось действие. Её писали. То есть главное отличие между действительным и страдательным залогом в том, что в действительном залоге подлежащее действующее лицо, а в страдательном залоге действие направлено на подлежащее само. Вот. Это самое основное, что нам нужно знать. Когда вы откроете свои конспекты, вы увидите, что у вас в ваших таблицах расписан этот вот алгоритм построения пассивного залога. И расписан он по временным группам, прошедшего, настоящего, будущего, продолженного и совершенного времён. Группа Simple, Continuous, Perfect с большим количеством примеров. Соответственно, я напомню вам сейчас про самый обычный пример, самое обычное построение, то, от чего всегда начинается пассивный залог. Это как раз-таки Indefinite Spassive, то есть группа Simple. Итак, как построить пассивный залог в группе Simple? Он строится очень просто. Это глагол to be плюс глагол в третьей форме. Глагол to be в настоящем времени, в настоящем времени, возьмём present simple passive. В настоящем времени глагол to be имеет три формы. Я напоминаю вам. Это am для I, I am. Is для третьего лица единственного числа. he, she, it, и are для множественного числа. Я напоминаю вам, дорогие студенты, о том, что местоимение you всегда используется с are. Это множественное число. Зачастую, зачастую в грамотном английском мы используем are. Ну, конечно же, всегда бывают исключения, но не в данной инструкционной карте. Окей? Итак, глагол to be плюс глагол в третьей форме. Глагол to be я уже сказала. И про третью форму глагола. Помните, я вам говорила о том, когда мы с вами касаемся обычного прошедшего времени, это past simple, мы с вами используем вторую колонку таблицы неправильных глаголов. Так вот, в данном случае, в passive, как и в perfect, мы используем третью колонку в данной таблице. Опять же, говорю, что эту таблицу легко найти в интернете, а также у вас в тетрадях, особенно в тетрадях специализированной, сзади всегда есть таблица неправильных глаголов. Вы используете третью колонку в passive, всегда третья колонка. Это в том случае, если глагол неправильный. Если глагол правильный, то вы, безусловно, используете обычное окончание иди для прошедшего времени. И всё. Итак, to be плюс глагол в третьей форме. Это для present simple passive, его алгоритм построения. Конечно же, в ваших таблицах вы также увидите, в ваших конспектах или таблицах, это особо не важно, вы увидите также формы, как строится, пассивный залог continuous, perfect и так далее. Это самое важное, то, что касается passive voice. Мы теперь уже вполне спокойно можем перейти к разбору упражнений, но всё равно хотелось бы немножко ещё сказать о предлоге by. Откуда он появляется и что это такое? Предлог by употребляется в страдательном залоге перед дополнением, то есть если речь идёт о лице или предмете, совершающем действие. Предлог by обычно обозначает doer. Кто такой doer? Doer — это, в основном перевод, деятель, то есть человек, который совершает это действие. На самом деле это очень важно, что в активном залоге этот doer всегда стоит в самом начале предложения, и его никуда не денешь, не перепутаешь его ни с чем. А вот в пассивном залоге doer уже становится не таким важным для нас. Нам важен сам факт действия, а не тот, кто его сделал, как я уже говорила ранее. Поэтому doer зачастую переносится в конец предложения и обособляется предлогом by, соответственно, перед самим doer. Я приведу вам пример, в котором вы увидите разницу. Вот в активном залоге предложение. The boy fed the horse. Мальчик покормил лошадь. Вот наш doer стоит в самом начале предложения. Это этот мальчик, он покормил лошадь. Нам важно, что это именно он покормил лошадь. Какая там лошадь была, абсолютно не важно. И что он там ее кормил, поил, тоже особо не важно. Все. Пассивный залог. The horse was fed by the boy. Лошадь в дословном переводе. Лошадь была покормлена мальчиком. В данном случае нам уже важен предмет, на который оказывалось действие, а именно лошадь. Да, действительно, предлог by может быть использован и с одушевленными, и с неодушевленными предметами, объектами и субъектами. Итак, в данном случае нам важна лошадь. Лошадь покормлена мальчиком. Лошадь была покормлена мальчиком. Как раз таки doer, тот, кто ее кормил. Теперь для нас становится практически неважным. И его выносят в конец предложения. И ставят перед ним предлог by. Предлог by, который нам говорит о том, что в данный момент совершилось уже действие каким-то человеком или каким-то объектом. Зачастую даже в английских предложениях предлоги by опускаются. Но в ваших грамматических упражнениях, которые будут далее, о которых я скажу, предлог by обязательно должен быть. Потому что вы его никуда не денете. Он есть в активном, значит, должен быть и в пассивном. Выносите его в конец. Обоставляете doer обязательно. Вот вам еще пример. Сразу в пассиве. The road was illuminated by the moon. Дорога была освещена луной. Как я уже сказала, by может обособлять и неодушевленный объект, это луну. Дорога была освещена луной. То есть луна совершала какое-то действие над дорогой. То есть ее освещала, применяла свой свет для того, чтобы освещать эту дорогу. Достаточно дословный перевод, но я считаю, что таким образом вы сможете понять всю суть пассивного залога. И я надеюсь, что после моего объяснения предлог by стал для вас более доступен в плане понимания. Итак, мы разобрали с вами правила. Я напомнила вам самые-самые основные и простые моменты Passive Voice. Далее вам поможет, конечно же, ваши конспекты и таблицы по этой изученной грамматической теме. И мы с вами переходим к упражнениям. В этой инструкционной карте у вас упражнения два. В первом упражнении задание такое. Вам нужно переделать предложения. Те, которые возможно переделать. Из действительного страдательный залог, а затем перевести эти предложения на русский язык. Собственно, в первом предложении мы видим пример, и нам уже дана подсказка. Мы видим, что нужно сделать. Смотрите. Her mother drives her to school every day. Это в активном залоге. Ее мать отвозит ее в школу каждый день. Все понятно. В пассивном залоге. Переделанный. She is driven to school by her mother every day. Каждый день ее отвозят в школу. Действие совершается каким-то doerum. То есть, мать воздействует на дочь тем, что ее отвозят в школу. Вот таким образом вам нужно переделать предложение. Из активного в пассивный. Из активного в пассивный. В данном случае у вас здесь past passive. То есть, у вас здесь past simple passive. Глагол в прошедшем времени и пассив в прошедшем времени. Она дальше идет. Нет. Это не прошедшее время. Это настоящее время. И я ошиблась. Все бывает. Да. Надеюсь, что у вас таких ошибок не будет. Надеюсь, что у вас таких ошибок не будет. И вы все очень четко определите. Не то, что я. Да. Ее отвозят в школу каждый день. Действия совершаются каждый день. Это present simple passive. И здесь, смотрите, местоимение. Потом глагол to be. И потом, соответственно, глагол в третьей форме. В таблице. Из третьей столбы. Как я уже и сказала вам. Глагол drive. Возить. Да. Именно водить машину. Он неправильный. Вот. У вас здесь 10 предложений на это правило. На это упражнение. Вы выполняете его четко по заданию. Я напоминаю вам о том, что упражнение делайте все в электронном виде. Вот в данной инструкционной карте. Скачивайте и делайте здесь. Работайте сразу. Окей. Мы переходим ко второму заданию. Вам нужно поставить глаголы в форме активного или пассивного залога. Перевести предложение на русский язык. В данном случае, как получится. Вы смотрите по смыслу. Получается ли у вас поставить глагол в пассивный? Если не получается, значит все будет активное. Предложение такое упражнение с заморочкой. Но таким образом вы сможете четко отграничить свои знания. Можете ли вы понимать активный залог? Можете ли вы понимать пассивный залог? Разница между ними? И по сути играть с этими правилами. Использовать их так или иначе. Еще раз. Вам нужно поставить глаголы, которые у вас даны в скобках в этих девяти предложениях в форме активного или пассивного залога. И, конечно же, обязательно перевести их на русский язык. Перевод оценивается. Тоже очень строго. Будьте к этому внимательны. Пожалуйста, не игнорируйте этот момент. Мы с вами подходим уже к завершению нашего с вами занятия. И, как я и обещала, содержание отчета в самом конце инструкционной карты. Видите его перед собой. Итак, в содержании отчета обычно дается все то, что вам нужно выполнить в очень краткой форме. Итак, первый пункт – это письменно составленное монологическое высказывание. Мое отношение к субкультурам по тексту из задания 1. То, о чем я вам говорила. Текст читаем, устно переводим для себя. Составляем в размере 5-7 предложений маленькое сочинение, а именно монологическое высказывание, в котором пишем. Моя любимая субкультура, моя нелюбимая субкультура. Субкультуру выбирайте любую, какая вам нравится. Вы можете, как я уже говорила, можете использовать европейскую субкультуру, российские какие-то субкультуры, азиатские субкультуры. Без проблем. То, чем вы увлекаетесь, вы можете это писать. Как про старые, так и про новые. Пожалуйста, ваше самовыражение, ваше творчество. И второй пункт – это письменно выполненные грамматические упражнения. Номер 1-2. То, что мы с вами сейчас уже обсуждали, это упражнения по грамматике, глаголу, страдательном залоге, преимущественно в indefinite passive. Мы с вами закончили грамматический блок, закончили лексический блок и даже осветили содержание отчета. Таким образом, наше занятие с вами подходит к концу. С вами была преподаватель техникум Оргупс, Каноненко Екатерина Владимировна. Наш урок окончен. Thanks for your attention. Love you guys. See you later.